2021 год оказался слишком критичным, чтобы я его обходил хотя бы без коротенького подведения итогов. Для крисмода он оказался довольно паршивым в тех вещах, в которых он должен был быть стабильным. Например, именно в этом году мы своими глазами увидели жидчайший провал в обновлениях, который показал, что если всё держится только на одном человеке, то изменения в игре могут пропасть на полгода. Сам видновник торжества за 2021 год стал более закрытым и, например же, завалил нам Сариб. Будем надеяться, что это связано с активной разработкой сэндбокса, у которого 2021 год выдался на ура. Скорее всего, получим на выходе неплохую игру, но всё же выделение дополнительных разработчиков на Гаррисмод вызывает переживания. Только представьте тех людей, которые в 2018 году не могли дождаться обновления 64 бита до Хромиума, а уже пойдёт четвёртый год. Конечно, самое лучшее, что могло произойти с игрой в 2021 году, это активность от G-Studio. Хотя и лишний бокал нужно поднять за урбаничку, которую забрали в армию. В 2021 году решил закончить ютуберскую карьеру по Гаррисмоду довольно спорный персонаж, не Федони. Если вы игрок Тарк РП, то скорее всего могли и знать его. Снимал он на самом деле не только Тарк РП с 2017 года. Также именно в нашем православном 2021 году Серебро и Скрипач успели поссориться. Главное, Рубат снова ничего не понял. Конспирологический бум про всяких серых шариков, мясных и теней в воде набрал пик и закономерный спад именно в этом году. Про Гаррисмод начали чаще слышать там, где о нём ничего не должно было быть слышно. RGS сделали закрытый сервер, но как всегда, элитный мир переплюнул только зелёный алюм. Да, хочу про кастрюлю, бля, у меня тоже, бля, ведро было охуенное, бля, в золоте. Я, бля, в модеры пошёл, бля, а мне вместо модера, бля, забанили, нахуй, охуенная история. На Вике Гаррисмода втулились олени, которые начали рейдить суперски важные статьи, которые читает 2,5 человека. И я один из них. В публичном мультиплеере позиции игровых режимов чуть-чуть уравнялись после принятия server operator rules. DarkRP сбавил позиции, а средние игровые режимы набрали онлайна. Но виновник торжества не хочет чистить какие-то рашки RP. Гаррисмод достиг 20 миллионов проданных цифровых копий. Твиттер Гаррисмода рекламирует Rust на Labor of Love. И стоит мне напоминать о том, что Гаррисмоду исполнилось 15 лет. Насчет моего канала в двух словах. Я не собираюсь сделать видео по Гаррисмоду как на коновейере. Я не вижу в своих видео какой-то продукт, который необходимо поставлять к какому-то дедлайну. Чтобы успеть добавить туда обязательные просьбы поставить лайк или подписку или не дай бог рекламу. Я буду делать видео тогда, когда смогу и о том, о чем смогу. Недавно перевел свое скрытое видео, вообще не про компьютерные игры. И возможно иногда буду публиковать и такое. Мне нравится быть андеграундным персонажем, который лучше будет снимать винрейт, который в свою очередь посмотрит 2,5 человека. Чем буду доить какую-то херню по типу несмешных и притянутых за уши конвейерных объективных обзоров. Я не какой-то там ютубер. Я ваш друг. И я искренне рад, когда встречаю зрелых, приятных и адекватных людей, которые на моей волне после завода рассуждают о теме, которую я поднял в своем видео. Ведь задумываться о чем угодно это прекрасное чувство. Находясь в этом прекрасном мире. Любите этот мир, любите людей вокруг себя, любите и себя же. Уважайте прошлое, улучшайте настоящее, мечтайте о будущем. У аппарата звукозаписи был Эрик Максимец. С наступающим вас. âмород Продолжение следует...